Привет, друзья! Вчера мы с вами приготовили вкуснейший салатик, корейскую морковку ке. И у меня остались кальмары. И я вспомнил о замечательном блюде, которое мы когда-то готовили у себя в ресторане. Тоже будет салатик японский из кальмара. Скажем так, будут шишечки, кальмаровые шишечки. Нож нужен нам очень острый, для того, чтобы приготовить это блюдо. Здесь очень важно не разрезать кальмара. То есть вы должны слышать, чувствовать его. То есть, раз, вот. Он держится у нас с вами на пленке. С этой стороны достаточно такая хорошая крепенькая пленочка. Она как раз и держит, чтобы наш кальмар не рассыпался. И вот так вот нацекаем. У меня, видите, азиатский нож. Он для этих целей, конечно, очень хороший. Теперь каждую половинку мы должны с вами разделить на 4 кусочка. Так, так, так. У меня здесь в среднем полтора литра воды. Хорошую, добрую щепотку соли. Доводим до кипения. Этот салат готовится достаточно быстро. То есть вы можете его приготовить буквально перед тем, как ваши гости будут садиться за стол. Главное, чтобы все ингредиенты были у вас под руками. Вот, смотрите, вода закипела. Видите, какая красота? Готово. Выключаем. И сразу охлаждаем. Достаточно. Они у нас с вами должны быть еще теплыми, потому что мы сейчас с вами будем их заканчивать и готовить. Вода нам больше не понадобится. Выливайте ее. Помойте свой вог и ставим его на огонь. Ставим на огонь. Греем его. Сушим. Для того, чтобы наши кальмары не потемнели, пока вы будете готовить овощи, добавьте немножко лимонного сока. Учитывая то, что мы с вами их помыли в воде, они, конечно же, потеряли вкус. Поэтому добавим немножко рыбного соуса. Совсем чуть-чуть. Вот так вот. Все смешали. Хорошо. Закройте тарелочкой. Для того, чтобы они не обветривались, уберите в сторонку. Быстренько готовим овощи. Нам нужен небольшой кусочек имбиря. Этого будет достаточно. Режем его очень-очень тонко. Половинка перца болгарского. Два зубца чеснока. Зеленый лучок. Режем его вот так вот поперек. Пучок кориандра. Я измельчил в ступке. Сучуанский перец и черный перец. Все ингредиенты у вас должны быть под рукой. Возьмите перец чили. Маленький. Если вы любите острое, то вы можете использовать целиком. Если вы, скажем так, не фанат острых блюд, то, конечно, возьмите небольшой кусочек. Нам нужно с вами кунжутное масло. Приготовьте. Под рукой, чтобы было. Соевый соус. Используйте самый вкусный. Вот это у меня кикоман, это японский. Но есть еще и другие разновидности соевых соусов. Используйте тот, который вам нравится. Паста васаби. Оно пригодится нам, когда мы с вами будем украшать наше блюдо. Семенечки кунжута. Сливайте воду. Он сразу такой кудрявенький стал. Начинаем. Включаем нашу плиту. Рисовое масло. Идеально для фри, для жарения на воке, на открытом огне или на гриле. Где-то 2-3 столовых ложечки. Вок обрабатываем жиром. Это необходимо для того, чтобы ничего к нему не прилипало. Бросаем. Чеснок. Имбирь. И перец. Великолепно. Сою. Наши кальмары. Зелень. Семечки кунжута. Великолепно. И кунжутного масла. Все сюда. Вот такой у нас с вами получился азиатский салатик. Соевый соус. С workflows. Полностей. Продолж organiz في MLB. Продолж. 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 прекрасно вот такие вот блюда вы знаете и будут украшением вашего праздничного стола потому что конечно же оливье это великолепный салатик все его любят мы кстати его тоже с вами приготовим но тем не менее всегда хочется что-нибудь новенького и интересного о боже мой какая вкуснятина мы приготовили с вами еще одно интересное вкусное блюдо надеюсь что это видео было вам интересно полезно увидимся в следующий раз пока